Добрый день господа, сегодня мы продолжаем прохождение за чистое небо в игре под названием War and Zone. Это новая глобальная версия, в которой добавили награды за захват баз, в принципе за базы. И к этому всему дополнен мод под названием Unimap Plus, который добавляет новые локации и новые группировки. Есть такие как Апокалипсис, Грех, Осознание, Военсталы. Жаль нет лощины, и многих в принципе локаций нет, но это смесь по локациям Теней Чернобыля и Чистого Неба. В общем ставь лайкос, подписывайся на канал, желаю тебе приятного просмотра и мы начинаем. В прошлом ролике я захватил полностью болото, были выбиты ренегаты и последний день. Да, кстати последний день тоже новая группировочка как бы. Ренегатов еще один отряд остается на агропроме, они там с военными трутся. Какова моя цель? Мне нужны бабки, чтобы бабки получить нужно пойти на север, там где есть аномальные зоны, то есть точки с аномалиями. Эти точки мне нужно захватить, предположительно в Припяти они должны быть множественное число. На болотах тоже нехило, так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точек. Также получить бы доступ к бункеру ученых, чтобы артефакты сливать и сахару, это очень дорого получается. Так что автоматически военные мне враги, мне нужно через их территорию перейти. Пока я займусь добычей артефактов и буду пацанов собирать возле железнодорожной, блять, собирать возле железной дороги, там уже стартуем на агропром. Пару точек на болотах теряем, в принципе не проблема. Лорд Фаларой написал в комментариях, что я забыл про прокачку. Улучшение, значит, да, у меня не прокачана еще одна улучшалка. 30 КР стоит и 5000. Короче, я пропущу один ход. Ах, да, еще артефакты поискать надо. Короче, да, обязательно нужно еще КР прокачать. Сейчас подытожу, сколько я артефактов найду. 5 штук уже найдено, продолжаем. Нифигово, 22 артефакта и по большей части по 5 артефактов с одной точки выпадало. Торговля внешний мир. Отлично, 77 штук получено. Таким образом, что, желательно каждую точку позатыкать отрядами. По гарнизону у меня тут все плачевно. И каждая точка это угроза, угроза того, что мутанты заберут ее. Хотя по активности, в принципе, все спокойно. За исключением двух точек. Вот это мы сейчас выбьем, я думаю, выбьем, не выбьем. Блин, я забыл, зачем я артефакты искал, зачем мне нужны были деньги. А, да, я хотел пропустить несколько ходов и собирать КР на прокачку тех же КР. Точно, все нормально. Бойцов мы нанимаем, значит. Этих бойцов сейчас отправим в бой на мутантов. Нифига, так у меня еще нормально рекрутов. И снаряги куплено с прошлого ролика. На руиной деревни мужики. Мутантов, естественно, там немного. Ладно, давай подождем. А потом и привал на бревне захватим. Повторялся мне этот привал. Это бревно. Зачем оно надо? Пока будем мониторить, что происходит на других локациях. Кстати, топчик можно промониторить тоже, на каком месте кто находится. Монолит первое место, безусловно, по армии, по территории мы на первом. Потенциально, значит, мы по экономике мощные. Если территория есть, значит и добыча артефактов, я думаю, вывезем. Пока происходит ход, спрошу зрителей, кто какие знает программы для записи роликов. С ОБСК немного проблемно. Приходится постоянно переключать источники звука, чтобы записывать в две дорожки для роликов. Например, для роликов нужно две дорожки иметь. Для стрима одна дорожка. То есть, когда я включаю для записи первую дорожку, микрофон, вторую, звук игры, оно записывает в две. А когда я стримлю, то уже слышно только микрофон, а звук игры не слышен. Потом приходится опять переключать это все дело. Бля, короче, посоветуйте нормальную пробу для записи. А тем временем вояки хотят заключить с нами перемирие. Мы не тронем вас. Вы согласны? Ну, вообще-то нет. Я тебя хочу тронуть. Дружище, давай заключим перемирие, наемники. Ну, вроде как статус-кво имеется. Мне этого достаточно. Экологи? Нет, конечно. Экологов я захвачу. Вы искупили свои грехи, причин воевать нет. Давайте заключим перемирие. Это грех. У нас с теми война. Так а грех где находится? На свалке? Не на свалке? Или в режим лесу? Не знаю, пока давайте примем, наверное. Перемирие с грехом у меня там, с осознанием тоже перемирие было. Вот такие дела. Черные слизни еще есть, я забыл. Это, брателла, слушай, короче, давай перестанем шмалять. Ну, типа, что ровный пацан с ровным пацаном договориться не смогут? Реально. Слизни топ. Идеологические разногласия. В последнее время идеология, которая является основой вашей группировки, сильно ослабела. Частые споры и разногласия привели к тому, что некоторые бойцы покинули наши ряды. Два чела ушло. То есть рекрута. Или же бойцов. Два отряда бойцов, что ли? Ну, грех на складах. Грех на радаре. Это не критично. Можно пока на их вообще хрен забить. И хавку с медициной нужно будет закупить. Мало остается. Знаю, не понаслышке. Я вижу, неплохо. Свобода обладается против греха. Сейчас территорию выбило одну. Ну, грех пошел на радар. Не понимаю. Апсы и зомбированные кенты вообще или кто они? С долгом у меня союз. Также со свободой. Долги свободы союзники. Это прикольно. Долг просит денег. Нам бы 3 520. Вообще, у меня есть бабки. Я вроде не собираюсь с ними воевать в будущем. Так что да, я им дам деньги. Потом, если что, сам попрошу. Эй, эй, не понял, ты что? Хаймен свободе не хватает свободных деньжат. Свобода запрашивает пятерик почти. Погодь. Не, ну тут дерьмовая ситуация. Это я, я же не учел, что свобода с долгом воюют. Им бы побериться между собой, чтобы я мог их спонсировать потом. Чтоб они вместе воевали. То есть, бок о бок. Но хер так получится. Наверное, придется подставить свободу. Отклонить. Опять разногласия какие-то. Опять чел покинул наши ряды. А почему? Постой. Идеология, стабильность. Ну и в чем проблема? А я могу менять? Можно менять. Текущий процент у вашей группировки 46. Наемничество было бы 54. То есть, все равно бы кто-то покидал ряды. 46 недалеко от 54 упало. А смена аж 46. Да, в жопу. А что дает? Интересно. Бонус вражеской разведки минус. Бонус разведки плюс. Доступ к правилу. Да вроде как плюс-минус. Те же плюшки. Доступ к правилу управления. Баланс. Что за баланс? Стоимость, сука. Не, я не буду ничего менять сейчас. Заместитель есть? Есть. Ну и все нормально. Разведка боем. Ага. Выбиваем последнее дерьмо из болот. В принципе, в принципе можно собирать дальше силы возле железной дороги. Чтобы агропром давить. Опять свобода просит 4681 рубль. Отклонить. Опять частые споры и разногласия привели к тому, что некоторые бойцы покинули ряды. Я не понимаю, это рекруты уходят или это реально армия моя? Если армия, то это 50 как не круто. Ну да, реально армия. Сколько сил я тратил на то, чтобы их приобрести. Сейчас они просто так уходят. Как эту херню прекратить, я не знаю. Если я идеологию поменяю, то особо-то в лучшую сторону не изменится. И почему вдруг после захвата болота они начали лезть, я не понимаю. Раньше не было такого. Я накопил ресурсы на прокачку. Плюс 6 каэр ежеходно. И теперь максимальное количество прихода каэр. Заход 21. 21 очко. Теперь проблема в том, что я теряю армию. Логистика. Кстати, логистики не было раньше. Тут показывают, где главная база, где не главная. И вроде как, если мои территории находятся в тылу врага, то я ими управлять не могу что ли? То есть надо, чтобы было соединение от главной базы к ним. Надо будет проверить. Прикольно. Вот. Я могу поменять главную базу. Поставить ее на мехдворе, например. Но я думаю, наиболее оптимально это база чистого неба. Передислоцирую пациков на свободные точки. Снова военные предлагали мир. Оно мне нафиг не надо. И опять чуваки уходят. Пиздец. Я к концу ролика потеряю всех бойцов. Что я могу сделать? Ну давай накопим на смену идеологии. Но по-моему мне не хватит. Потому как лимит 37. А там 41 очко надо потратить. Типа. Или зависит от количества бойцов. Хрен знает, короче. Опять просят бабки. Да пошли в жопу. Никому бабок не дам. Сами вывозите это дерьмо. 5 бойцов вышло. Пиздец. Просто армии не остается. Да пошли вы нафиг. Идеология 37 теперь. Потому что ушло масса отрядов. Все накопленное ранее просрано. Текущий процент в вашей группировке 63. Ага. Если идеология группировки опустится ниже 50%. Появится вероятность ухода бойцов. При 49 шанс ухода бойца составляет 1%. При 48 2%. При 47 3%. И так далее. Ну уже 37. Я понял. Но почему? Какая причина смены идеологии у бойцов? ХЗ вообще. Стоит учитывать, что при смене идеологии изменится ассортимент торговца и победная концовка. Что за концовка? Интересно будет. Меняем. В ноль уходят очки. Но зато армия останется на месте. Бля, что за логотип группировки? Мне кажется поменялся. Теперь у меня чистое небо превратилось в наемников. Это конечно прикольно. То в осознание идут служить, то в монолиту, то в наемники кинулись. Да что за какое-то нестандартное чистое небо у нас сегодня. Что ж, я надеюсь на то, что бойцы станут более мощными. Наемники, они же больше подготовлены к бою, чем чистое небо. Но теперь-то у вас нет отговорок. Будьте нормальными. У меня союз со свободой. Опять просят бабок. Пошли в жопу. Выброс. Сейчас мутанты напали. Очко. Постоянка на болотах потеряна. Блядь. Теперь восстанавливать армию как-то надо. Пошли вы в жопу. Ничего. Зато теперь у меня максимальный прирост ресурсов. Потому быстро восстановлюсь. У меня вся локация в артефактах. Так. Смотрим сколько добуду. Или потом. Ладно. Давай потом посмотрим. Сейчас очков не остается. Короче цель на видосы. Блядь. Да. Давай будешь больше тупить. Давай. Цель на видос неизменно. Мы должны сегодня захватить агропром. И попробовать добраться к бункеру ученых. Кстати ученых уже не остается. Бункер захвачен зомбиками. Грех выбит. Что со складов. Что на радаре выбит. Военные склады берут долговцы. Я не зря на них ставку сделал. Но с другой стороны проблемы у долговцев. Там апокалипсис приближается. Так. Вояги предлагает мир. Заключение мира. Грех предлагает. У меня с ними кво. И союз воинсталы предлагает. Не знаю. Да ни к чему эти союзы сейчас. Они где-то на севере находятся. Их монолит жмут. То есть я им разве что бабки могу отправлять. Выливать в них экономику. Но не хочу. Мне бы самому что-то сделать. Максимум какой смысл вижу с союза. Это то что мы сможем перекидывать друг другу бабки. Может еще торговаться сможем. Кстати да. Не особо. А сейчас это интересно. Ну да. К слову монолит захватывает Припять. Апокалипсис полезли на радар. На склады. Ну и там уже непонятно. Долг вывезет или нет. Вообще. Можно мир разорвать со свободой. И уже. Ну я вижу. Очевидно. Долг выигрывает там. И как-то помогать бы уже долгу. В противостоянии против зомбированных и апокалипсисов. В теории. В темную долину долг уже ходил. Кстати. Территория какая-то осталась. Нейтралы неплохо так разошлись. Этим временем поищу артефакты. По итогу поиска назову циферку. Я не знаю зачем я сейчас это сделал. Я купил МП-5 их до хрена на 10 штук. Я так посмотрел. Можно им АКС впихнуть. АК-74. Как раз 10 воинов у меня осталось. Вот. Текущая цена одного бойца до перевооружения 1700 будет 2400. Не знаю зачем эта цифра для меня. Бля я их не могу купить. А что если во внешнем мире просрано, просрано. 5 очков уже просрал. А тут кстати есть. Стоимость 1100. Базовая 1100. А так 1900. А у кого еще можно поторговать? Кто для меня там кент? Долг хану. У них 1650. Подешевле все-таки. Тогда у них закуплю. Ну штук 20 хотя бы. Мне не хватит. Ну давай 20. Ладно насрать. МП-5 намного хуже АК-74. Тут если смотреть. Атака ПВП ПВМ на 15 единиц больше. Защита такая же. Дальность растет на 20. И расход боезапаса меньше. То есть экономнее теперь будет и эффективнее перевооружить. Ну вот теперь там мощно все будет. Раз уж у меня нет доступа к ветеранам мастерам. Надо как-то выживать с тем что есть. А кстати а что по броне? Да и броню можно же поменять. Прикольно. Броня последнего дня подходит. Но ее негде взять будет. Можно в принципе с нейтралами закерешиться. Не знаю. Вряд ли с нейтралами надо. У них вряд ли есть какая-то мощная снаряга. Мощнее моей. Ладно пусть будет так по снаряге пока. Чел сдох. Пока искал. Короче три артефакта найдено. Жирно прям. Жирно. Кстати может посмотреть в сторону автопоиска артефактов. Забалансированное управление. Децентрализация по моему. Что за запреты. Что за анклавы блять. Я реально в шоке от этих описаний. Автопоиск артефактов. Ну здорово. Вот. Частичная автоматизация поиска артефактов. Это мне надо будет. Уверены. Вы отмените другое аналогичное правило. Блин. Ну а что поделать. Давай попробуем. В общем все. Так. Ну короче. Сейчас я могу не искать артефакта. Оно само найдет. Я на это по крайней мере надеюсь. Сделаем ход. Литралы кстати в долину так активно поперлись. Минус половина долины. Бантусы страдают. Монолит уничтожил военставов. Бедолаг которые просили с нами мира когда-то. Помощи просили. Грех минусанулся. Почти. Апокалипсис очень мощный. Но я не знаю. Что там по отношениям. Что у них по отношениям. Так. Ответ другой группировки на ваше предложение. Что? Нейтралы объявили мне войну. А бантусы наоборот предлагают мир. Бля. Да иди в жопу. Я не понял прикола если честно. О. Наши бойцы нашли 4 артефакта. Хоть что-то радует меня. Все таки я не понимаю. Что не понравилось нейтралам. Вы что кончены? У апокалипсиса монолит враги. Короче да. Интересная движуха. Начнется. Кто сильнее монолит или апокалипсис. Свобода все еще держит свои позиции на складах. Но кусочек базы там уже отбит вроде. А не не кусочек базы слушай. Это хутор. Но вход в базу еще не захвачен. Так это все не важно на самом деле. Самое важное у меня на базе. Так я думаю пора заняться гарнизонами. Тупо пустые территории. Мутанты орудуют какого-то беса. Охеренно блин. Охеренно. У за наемников комбез наемников добавили в торговлю. Облегченный комбез. Но теперь нет тоза. Охеренно. Просто охеренно. Я надеюсь у долга хотя бы есть это дело. Ага. Сейчас. Стоп. Это мне надо поменять снарягу для новичка. 17 бойцов. Твою мать. Ну в принципе у корот можно поставить Ксюху или МП-5. Кстати у меня на складе их 10 штук. Слушай давай МП-5 7 штук еще купить. Если они продаются. Стой. Мне кажется их там нет. А есть. Это мое спасение. Так. Денег пока нет. Сосем. Слили немного артефактов. Не знаю. Может быть все таки во вред мне пока автопоиск. Мне кажется я бы больше сам находил. Но посмотрим. Может нормально будет. Настало время перевооружения. Все. Теперь МП-5 на новичке и на опытном АК-74. Неплохо да? Вот сюда мы кого-то впихнем. Где там еще у нас. Это какая-то желтая территория с мутантами. Ладно. Зачистка мутантов. Кстати прокачку бы сделать на зачистку. Курсы охотника да? Дороговато блин. Противник проводит атаку. Два нейтрала новичка нападает. И мой кстати отражает нападение. Хаймен. Свобода просит денег. Пошли в жопу. Я думаю активности мутантов надо как-то фиксить. Улучшениями. Цена зачистки снижается на 2КР. Хотя бы так. Ну вот вновь я без бабла. Без КР. Зато у меня прокачана охота. Чел убил 5 собак. Зачистил территорию. Блин. Думаю это не то чем я должен заниматься. Мне хотелось бы сходить уже на север. Захватить хотя бы агропром. Не всегда интересно заниматься вот этими зачистками. Но это безусловно важно. Нам надо и это делать. Сейчас посмотрим как справятся новички с МП5. Раньше у меня был ТОС 34 для новичков. И они на мутантов ходили эффективно. А МП5 он в ближнем бою не так эффективен как ТОС. Так что могут быть проблемы. Я тут больше упор делаю на дальность стрельбы. Ну уже у меня чистое небо немного апнутое. Про Грейжина. Опять на южные хутор нападают. Опять та же ситуация. Там новичок очень эффективно сдерживает. Все потому что у него МП5 мне кажется. Он бы с ТОСом хрен сдержал. По 4 артефакта каждый ход находим. Ну такое. Можно было бы больше наверное. Не ну вроде как чуваки с МП5 справляются. Нормально. Сейчас почистим немного территории. Сейчас позатыкаем наконец-то территории пустующие. По новичку везде. Все. Наконец-то у нас гарнизон более-менее. Активность мутантов зеленая. Все хорошо. А давай-ка еще еды купим. Снова нападение. И такая же ситуация с нейтралами. Да они кончены. Украли медикаменты. Засранцы. Долг кстати пошел на свалку теперь. В две стороны они делают упор. А апокалипсис пришли на росток. Прикиньте какие дела. А вот видно монолит немного прошли на Лиманские. Выбили территорию апсов. Так что не только апсы сильные. Тут и монолит поджимает апсов понемногу. Долг вроде как на агропроме. Думаю продолжим собирать силу свою. Мощь. Что у меня там. Не знаю. Вряд ли мне хватит этих бойцов для захвата агропрома. Еще подкоплю. Смотри еще нанял немного новичков. Разведка боя. Ладно я сохранюсь. Рисковать всей армией я не буду конечно. Один вояка новичок сидел. Пострадал бедолага. Собрали мы хабара. 100 денег короче. Тут бы пойти сразу на базу военных. У них реально последняя база осталась. Что ж. Помянем. Или в подземку сходить сразу. Давай пару бойцов на базу отправим. И остальным пойдем в подземку. Ну почти справились. Без потерь конечно. Но нашу атаку отразили. Еще разок. Все захватили без потерь. А. Нихрена себе вот эта награда. Это на данный момент самая крутая снарядка. Которую мы получали с захвата главной базы противника. И это за скринью. Патронов дохренища. Мне до конца игры хватит наверное. Я вижу долг реально разбушевался. С нейтралами. В том числе с апсами. Апсы берут склады. Долг берет янтарь понемногу. Бункер захватили. Блин засранцы. Кстати может быть проблемой. Конкуренты на Сахарова. Долг захватывать свалку дальше. Нейтралой долину. И опять на северный хутор нападают нейтралы. Отчаянные мужики опять просрали. На что они вообще надеются я не знаю. Короче лаба мне нужна. Там очень редкие артефакты. Или реально редкие. Ну-ка попробуем захват сделать. А так там вообще фигня. Но если сделать зачистку. Мне кажется там будет очко. Ну не то чтобы прям очко. 12 собак 7 кабанов. Притом все мои выжили. Да там нормально. Все они наверное не успели размножиться. Немного времени прошло с начала битвы. Да и сложность не самая высокая. Стоит об этом помнить. Что я там сталкер выбрал. Стратежка сложная. Потому даже на новичке бывает сложновато. Ну пусть будет сталкер. Покайфуем посидим. Правда смотря на группировки. Которые активно двигаются. Монолит апсы. Ну не знаю. Что-то они прям жесткие. Прям они. Таким образом можно оставить кого-то в лабе. Там пару челов. Или больше. Давай 3. Остальным пойдем дальше на сифер. Базу на складах надо захватить. Блин не не успеем. Я надеюсь долг ее не захватит. Там же прирост более опытных мужиков должен быть. Кстати лимит пора расширять рекрутов. Опытных у меня 4. 5 новичков. Этого маловато уже для этой стадии игры. В никуда уходят уже рекруты. Так. Апсы полностью. Базу свободы взяли. Опять нейтралы на те же грабли. 4 артефакта находим. Так. Все же базу на складах мы возьмем сами. Новички на южной базе на агропроме приходят. А что же на северной базе? Там уже опытные. Ладно. Сходим еще на холмы. По-моему там точка ресурсов. Ух ты. Бля опять награду получили. Это опять же последняя база военных. Я так понял. Сейчас они точно сдохли. Плюс мы еще получили точку с артефактами. Так. Давайте лабу зачистим. Бля. Один обычный. Фу. Тут все артефакты находятся кстати. Да. Ну прям видно как все находятся. Ну ладно. И три здесь. Дешевые. Ну ладно. Видимо долгая проблема. Их выбили зомбированные с агропрома. Апсы скоро выбьют с янтаря. И тогда нужно быть готовым противостоять апсам, чтобы захватить бункер. Они уже пошли на склады. Опять нейтралы нападают. Короче пошли опять апокалипсис на агропром. Бля мутанты мою территорию захватили. Ну вот кстати территория в тылу врага. Нет связи. Что оно значит? Почему оно желтое? И что оно дает? Ага. Найм невозможен из-за того, что эта территория не имеет прямой связи с главной базой. Или главная база отсутствует. А управлять теми бойцами, которые там можно. А вот нанимать новых нельзя. Бля мой чел обосрался об два опытных отряда зомбированных. Видать там мужики посильнее стоят. Ну что погнали на апсов. Ой-ой-ой. Два бойца теряем. Одного их бойца убиваем. В общем это провал мужики. Тут реально броня агнец есть из Global War. Что-то я погречился. Бля что теперь делать? Если они настолько мощные. Ладно нанимаем мужиков тогда. Наверное надо отступить немного на базу. Вот с этой территории. На базу их вернуть пусть пока сидят. Так зомбаки на нас наступают. Это они свободную территорию забрали. Пять артов забираем. Со всех территорий как-то маловато. Это не полный автопоиск наверное. Ну да частичный явно. Многие территории не полностью зачищены. То есть все. Можем еще бойцов нанять короче. Вот. Скопились немного. Может реально проломить эту шилу пони. Я не знаю получится ли я сохранюсь опять же. С апсами дело иметь. Это очень опасно. Разведка боем. Зомбаки просто в шоке. А че это? Не понял. У зомбаков здесь база была. 30 тысяч патронов. 31 тысяча еды. Так мне этой хавки хватит на очень долго. Не понял там реально их база была. Старая стоянка. Да ладно. Бля. Про патроны вообще можно не думать с хавкой. Но теперь то апсов надо защемить. Что? Ну да. Получилось. Там два ветерана было у них. Мы одного патрульного потеряли. То есть опытного. 600 денег получено. Нормально. Теперь у нас есть заслон. И на агропром мы эту шелепонь не пустим. Сори. Другой проход закрывают долговцы. Они также контролят бункер. Раз уж они держат до сих пор бункер и на складах территории. Я думаю они достаточно мощные партнеры. Не зря я с ними мир держу. То есть дальше они нам будут поставлять АК-74. Теперь бы базу соединить с остальными территориями. То есть наоборот территорию с базой соединить. Вот тут мы проломим. А, обосрались. Да ладно. Одного чела не хватает против двух зомбированных. Ну 2 на 2 давай. Ладно 3 на 2. Без потери одного убиваем. Не захватили все же. Прям давай. Подождем в следующем ходу размажем. Бой безусловно интересен. Мы почти выполнили цель на сегодня. Агропром почти захвачен. И еще немного. Захватится бункер. Вот бы потеряли долговцы бункер. Мы бы его под себя подмяли. Но немного позже. Пусть это произойдет. Пока долг в роли заслона очень полезен. Получаем 6 артефактов. Ну вот редкие. Он редкий и не ищет этот автопоиск. Который в теории можно добыть в лаборатории. То есть в подземке агропрома. Это меня немного расстраивает. Так, все. Пора снарягу закупать. Ну что ж. Артов мы продали на 100 тысяч. Сейчас для новичков что-то купить. ЧАЭН М. Гадюка. В остальном же что? А бля, я забыл купить броню. ЧАЭН 2 М. И к этому АКСов 13 штуку долго закупить. Не знаю. Может сразу Абакан надо было покупать. Будем думать уже про ветеранов и мастеров. Там уже может поменяем снарягу с самого старта. Поехали короче ребятки. Захватываем остаток территории на агропроме. Я предлагаю просто катком проехаться по ним. Тут кстати слизни остались и они мне кенты. Где не против? У нас становится все больше точек с артефактами. На агропроме раз, два, три, четыре, пять точек с артефактами. Ладно, господа. Мы захватили агропром. Очередной противник повержен. Мы изменили сегодня свою идеологию. Теперь чистое небо больше похоже на наемников. Включили автопоиск. Тщательно проработали почти все аспекты игры. Теперь бы заслон выставить постройками. Вот тут пригодился бы на локации болота на агропроме. Постройку бы реально ляпнуть сюда. Хотя бы какую-то элементарную инженерию нужно покупать. Ладно, это уже потом. Может в следующем ролике забетонируем болото себе. Дальше будем пробовать прорываться севернее. Желательно дождаться момента, когда долг потеряет бункер. Там уже будет сахаров, которому мы начнем продавать артефакты еще дороже. То есть все у нас будет еще лучше, чем сейчас. А у апсов кстати огромные проблемы. Напоследок скажу. В рыжем лесу они пропускают монолит. На складах также и на радаре апсы теряют свои территории. И тут нам с долгом стоит скооперироваться. Да и нейтралом бы мир объявить. Слушай, что мы воюем, пока там такие события происходят? Предложу статус-кво. Ну ладно, потом уже. Сейчас не могу, надо ход пропускать. В общем, ставь лайкос, подписывайся на канал. Ссылка в описании на телегу. Добро пожаловать в удачной охоты. И будь здоров, сталкереныш. Субтитры сделал DimaTorzok